Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня, спустя довольно долгий перерыв, наверняка для многих из вас неожиданно, возобновляется робо-экодебютная клиника, в которой вы задаете свои вопросы из области дебютной теории, а я пытаюсь на них ответить. Напомню, что на данный момент вышло два выпуска дебютной клиники, но при этом последний из них почти, даже не почти, а чуть больше, чем полгода назад. Поэтому очевидно, что за это время накопилось достаточно большое количество вопросов, и сегодня я как раз буду заниматься тем, что буду отвечать на те вопросы. Но прежде чем я начну это делать, небольшой дисклеймер. Как раз-таки полгода назад рубрику пришлось приостановить по той причине, что, да, вопросов поступало много, но, к сожалению, многие из них были такими, что отвечать на них было неприятно и неудобно. То есть, по большей части проблема заключалась в том, что вопросы были слишком общими и часто подпадали под одну из двух категорий. То есть, во-первых, люди спрашивали, в чем заключается твоя дебютная подготовка. Опять же, вопрос очень общий, непонятно, как на него отвечать. Ну и много было вопросов из серии, какой дебют лучше, с целянской защиты или французской защиты. Ну и понятное дело, что в данном формате ответить на этот вопрос невозможно, да и в принципе ответить на него. Поэтому не думаю, что вы найдете в интернете шахматиста, который смог бы ответить на этот вопрос. Но, с другой стороны, давайте уже к более приятным вещам. Многие вопросы были интересными. И наверняка они будут интересными не только для того человека, который этот вопрос задавал, и для меня, но и для многих зрителей. Ну и напомню, что последний выпуск был полгода назад, поэтому начинаем мы с вопроса Андрея Разумова, который он задавал еще в июне 2016 года. Добрый день! Каковы перспективы хода конь b5 в паульсоне с e6 и конь c6? Почему в основном ходят конь c3, а не конь b5? То же самое в раннем драконе. Перспективы пятого хода c4, так называемая система Мараца. Почему большинство ходят пятым ходом конь c3? Ну, опять же, в принципе, эти два вопроса объединяет тот факт, что и в том и в другом случае в упомянутых вариантах получается одна и та же структура пешки e4, c4 против e6, d6. Но, конечно, точнее, e6, d6 или e7, d6. Ну, есть принципиальная разница, сейчас я ее коснусь. Ну, начнем мы с системы паульсона, вот она уже стоит на доске. И действительно, как Андрей верно совершенно упомянул, чаще всего здесь играют конь c3, после чего здесь есть обширенный массив теории и самый главный ход у черных эшферстов с оси. Но вопрос был о ходе конь b5, который действительно Карпов применял в конце 70-х, начале 80-х ходов, ход, в принципе, неплохой, но последний год он вошел в тень. Ну, и для этого есть две причины, одна более абстрактная, а другая более конкретная. Ну, так или иначе, конь b5 создает угрозу как конь d6, поэтому ответ черных практически вынужден, надо играть d6. Ну, и здесь у нас получается вот это вот таби, где черные завершают развитие в таком ежевом стиле, белые занимаются тем же самым. Но обратите внимание, что по сравнению со стандартными ежевыми позициями здесь есть две не совсем обычно расположенные фигуры. Во-первых, это конь на а3, во-вторых, это конь на c6. И, на самом деле, обе эти фигуры расположены не оптимально. Но, все-таки, должен сказать, что конь на а3 хуже, чем конь на c6, и как раз-таки более такая абстрактная причина, по которой этот вариант не играет, как раз-таки заключается в том, что в ежевых структурах белые не хотят иметь плохого коня на а3. Но есть и конкретный нюанс. Вот, посмотрите, после 2-0, как я здесь отметил, с стрелочками, в первую очередь хотят черные сыграть конь... Прошу прощения, конь e5. Да, конь e5, и потом конь d7. В этом случае, как раз-таки, конь c6 перейдет на поле d7, которая значительно более для него приспособлена. Здесь он защищает слабость на b6, готов, может быть, выпрыгнуть на c5, ну и, в принципе, не закрывает слабо на b7, стоит намного гармоничнее. Уже давно было установлено, что в ежевых позициях конь должен быть именно на d7. Если черные успешно проведут этот маневр, то окажется, что у них идеальная для ежевая позиция, ладья выйдет на c8, потом ферс c7, может быть, план Фишера с король h8 на d8 g5, может быть, h5, h4. Ну, в случае у черных большое количество планов. У белых есть перевес развития, но он серьезно... его влияние серьезно уменьшается, в связи с тем, что конь на а3 стоит плохо. Белые не успевают его переставить так быстро, как черные. Это вот более абстрактная причина, по которой так играет редко. Но есть и конкретная причина. Во времена Карпова в основном белые связывали здесь свои притязания наперевес с ходом ферс b3. Но и с тех пор мало что изменилось. Если уж белые шли на эту позицию, они играли здесь ферс b3, создавали конкретную угрозу пешке b6. И многие годы черные практически исключительно играли конь d7. Ну, после чего, в принципе, не все нормально, есть игра по черным полям, но вот кони... кони расположены не совсем так, как надо. Этот конь должен быть на f6, а этот конь все-таки на d7. В итоге у черных возникали в вариантах некоторые проблемы с координацией. Ну, вот в конце 2015 года несколько добременно молодых голландских гроссмейстеров, возможно, совместно здесь нашли новую идею. Насколько я знаю, впервые применил ее очень молодой и очень талантливый шахматист, как раз-таки голландский Йордан Ван Форест. В классической партии он сыграл конь e5. Но еще за несколько месяцев до того, как Ван Форест сыграл конь e5, другой голландский шахматист тоже молодой, Робин Ван Кампен рекомендовал ход конь e5 в своих видео-лекциях на тему системы паутина как раз. Так что, возможно, они работали вместе, но не беру здесь ничего утверждать. Ну, ход такой возмутительно провокационный. Казалось бы, белый нападает на пешку b6 дважды, черный все это игнорирует и продолжает свой маневр, свой перевод коня на d7. То есть белый, на самом деле, уже обязаны брать на b6, потому что в противном случае черный сыграет конь e на d7, получит идеальную позицию, а у белых мало того, что конь на 3 ужасен, еще и ферз на b3 будет стоять плохо. То есть белый должны брать именно слоном, потому что если взять ферзем, то просто произойдет размена, и черный заберут на e4 с прекрасной позиции, с перевесом. Поэтому надо выигрывать темп на ферзей, ферзь d7. Ну и вот тут вот оказалось, что у белых-то висит пешка на e4. Если ее защищать, то есть, например, f3, черный играет ладья на b8, потом в вариантах вторая ладья идет на c8, черный имеет всякие тактические возможности, связанные с выпрыгом слона, а потом d5. Ну и практика, также анализы с помощью компьютера здесь показали, что черных прекрасная компенсация, и белые набирали значительно меньше 50% очков. То есть есть подозрение, что это просто уравнивает, причем в очень комфортной ситуации для черных. Поэтому, видимо, f3 играть не стоит, стоит играть что-то вроде f3, тогда черные, повторюсь, проводят свой маневр и получают комфортную позицию. То есть, подытоживая все, что я сказал, делая вполне естественные развивающие ходы, получая ежовую расстановку, черные уравнивают, потому что белый конь на 3 расположен не там, где надо. По этой причине пятый ход конь c3 избирают чаще. Ну и теперь переводим ко второй части вопроса. Андрея перспективы пятого хода с и4 в раннем граконе. Ну, предположим, черные получают его через порядок родов с конь c6. g6. Ну и вот Андрей утверждает, что чаще играет конь c3. На самом деле, да, действительно, конь c3 играет немного чаще, но мне кажется, тут в первую очередь это связано с подходом к дебюту шахматистов, которые играют здесь белыми. Потому что после конь c3 слон g7, слон e3, конь f6, здесь есть ход слон c4, после чего, скорее всего, после переставки ходов получится обычный дракон. Причем главный вариант слон c4, слон b3, d6, там f3, потом ферз d2 и 3, 0. Ярославская атака. И поскольку белые, большинство шахматистов, которые играют белыми, в любом случае имеют именно эту схему в своем арсенале против дракона, они предпочитают уменьшить объем работы и выучить только один вариант, не учить зажим мараться. То есть да, здесь у черных есть отклонения, можно сыграть a5, можно сыграть, потому что вообще не давлюсь, а5 или d5. Оба хода возможны, но везде белые сохраняют перерез. Поэтому по большому счету уклониться от обычного дракона черные в общем-то не могут. Что же касается хода c4, c4 все равно играет достаточно часто, то есть он уступает в популярности хода у конь c3 совсем немного и более того, я считаю, что ход-то очень сильный. И как раз таки в данной редакции зажима мараться у белых просто лучше. И черные, черные, черные здесь пробовали разные пути, то есть играли конь g4, после ферз g4, конь d4, ферз d1 у белых перевес. Игра часто 2-0. Здесь все равно у белых перевес после, например, с e2. То есть, ну, стандартная для зажима мараться ситуация, у белых больше пространства, у черных все расположено достаточно солидно, но с контрагрой будут проблемы. И в отличие от хода конь b5 в паузе, не здесь ход c4, это очень серьезно дебютное оружие, а белые могут бороться за перевес. Ну, надеюсь, что я более-менее смог ответить на ваш вопрос. Ну, и переходим к следующему вопросу. Денис Тимчук утверждает, что хочет играть за черную голландскую защиту каменную стену. Спрашивает моего мнения по поводу этого варианта и насколько он может быть успешен за черт. за черных. Ну, вот этот вопрос как раз-таки пограничный и с большим трудом я его пропустил, потому что вопрос как раз-таки очень абстрактный, непонятно, какая разновидность каменной стены, какой разновидности каменной стены идет речь, ну и опять же, насколько он может быть успешен за черных, это зависит во многом от уровня, на котором собирается Денис его применять и так далее. Но, поскольку уже так или иначе вопрос я пропустил в эфир, то попытаюсь как-то на него ответить. Если все очень упростить, то я считаю, что жизнеспособность структуры каменной стены зависит от положения белого сна c1. То есть, например, если черные выставляют ее бесхитростно, ну как делали раньше, обычная каменная стена конь f36, я считаю, что так играть не стоит, практически нельзя, потому что это белый летит слон f4, там на коне f6 e3. Ну и получается просто большой перевес, потому что черные, во-первых, не развивают своего слона на d6, во-вторых, белые, наоборот, вытаскивают своего плохого чернопола за перченую цепь. Потом они сыграют h3, доразовьются, сыграют b1, b4, b5. Типичная игра на ферзерном фланге, а у черных будут большие проблемы с контр-игрой, потому что, ну, повторюсь, их слон на d6 не выходит. Ну и, в принципе, вот белый слон на f4 серьезно увеличивает влияние белых по черным полям. То есть, это потенция, ну, как мне кажется, серьезным перевесом у белых. Поэтому сейчас большинство шахматистов, которые любят играть каменную стену, получают ее, например, вот через этот порядок ходов. d5, c4, e6, конь, c3, но вот здесь они играют c6. Аналогично на коне f3, тоже c6. Объясню, в чем здесь нюанс. То есть, если белые здесь играют коне f3, то это означает, что они готовы встретиться с вариантом на т-бома, который очень острый и, мне кажется, дает черным неплохие шансы. Другой, возможный, путь за белых это e4, так называемый славянский гамбит, в принципе, очень принципиально, прошу прощения за тавтологию, очень принципиально, но большинство шахматистов не играет e4, по той причине, что здесь надо очень много всего учить. И, ну, все-таки пешки не хватает, компенсация, безусловно, есть, совершенно безумные получаются позиции, но очень многие шахматисты, которые играют d4, не хотят вот такое получать после семи ходов. Поэтому, по статистике, чаще всего применяется ход e3. Ну, вот здесь вот, можно пойти куни f6 с переходом в обычную славянку, но, поскольку вопрос про каменную стену, речь идет о ходе f5, и вот это совсем другая ситуация, потому что, посмотрите, слон на c1 заперт. То есть, в дальнейшем, черный разорвет слона на d6, поставит коня на e4, второго коня на d7, на f6, может быть, слон d7, слон e8, типичные планы для голландки. А вот у белых будет проблема, потому что, во-первых, белые не успевают, не вытащили слона запрещенцы, во-вторых, они не могут сыграть b3 и слон a3, потому что конь уже ушел с b1. То есть, это еще один план за белых, который часто применяется, если уж слон не выходит, то белые могут пойти b3, и потом слон a3, на слон бьет а3, конь бьет а3. Но, даже лучше вот за черных вот этот размен допустить, чем допустить белого слона на f4. Потому что, иногда, даже при слоне размененных черноболов, но коне на a3, черные могут получить контур-игру. Если же белые просто сразу комфортно вывели своего чернопола на f4 или на g5, тогда говорить не о чем у белых перевес. Но, конкретно, вот, та разновидность голландки, которую вы видите сейчас на своих экранах, она абсолютно приемлемая за черных, и, на самом деле, можно даже сказать с небольшой натяжкой, что у них здесь есть инициатива. То есть, повторюсь, мое мнение в том, что то, насколько каменная стена может быть успешно за черных, как вы выразили, зависит от положения чернопольного слона белых. Следующий вопрос от Платона Гальперина, точнее, целых два от него вопроса, и, как вы видите, по нумерации на самом деле их было пять, но первые три мне пришлось обрезать, скажем так. Но, вопрос первый, как точнее всего играть за белых в варианте кунь f3, d5, g3, кунь f6, лун g2, c6, 2 на ля, слон f5, c4, e6. На ход d3 со мной в последнее время бьют dc и без особых проблем уравнивают. А ферзь b3 и ферзь b6 тоже без особых проблем уравнивают. b3 в позициях за залом на f5 не сильно приятно. Да. То есть, поставим вот эту позицию. Ну, я хочу сказать, что никогда я до сих пор играю дебют рейти в качестве своего основного дебюта, и вот в этой позиции я всегда избираю ход c4, и мне кажется, что он просто, ну, не то, что даже гибче, а просто сильнее, чем ход 2 0. Сейчас объясню, в чем здесь есть нюанс. То есть, если черный играет слон f5, по аналогии с тем вариантом, который Платон указал в вопросе, то вот здесь раньше считалось, что белые могут взять на d5, пойти ферзь b3. И после ферзь b6 все сведется к тому, о чем я поговорю через несколько минут. Но примерно 3 года назад шахматисты, играющие из-за черных вот это вот славянское пространение против дебюта рейти, ну, видимо, с помощью компьютера нашли здесь новую идею, связанную с жертвой пешки. И одним из первых ее применил уже упоминавшийся сегодня тогда еще голландский международный мастер Йордан Ван Форест с партией против меня, классической партии, довольно легко меня обыграл. Действительно, идея очень неприятная и у белых, спрошу прощения, у черных здесь хорошая компенсация за эту пешку получается. Но обрать белые должны, потому что иначе ферзь на b3 расположен глупо. И ничего вот с тех пор белые конструктивного против этой жертвы не нашли, поэтому сейчас я порекомендую играть ферзь b3 сразу. Ну и вот теперь мы видим, что висит на b7 возвращаться на c8 нет смысла, то есть надо играть ферзь b6. Ну и вот тут вот развилка, во-первых, белые могут стрирать cd, после чего если cd, то конь c3, e6, d3, конь c6, ну и вот получается вот эта позиция, которой, как мне кажется, у белых есть определенные шансы на дебютный перерез. По крайней мере, я всегда был готов на нее идти с радостью в своих партиях. К сожалению, вот при этом порядке ходов есть такой нюанс, что у черных появляется возможность ферзь b3, а b и конь d5. И вот тут вот, к сожалению, ну позиция остается интересной, то есть у белых есть некоторое преобладание в центре, может быть удастся d3, e4 сыграть, но подвигав эту позицию, я никакого серьезного перереза за белых не нашел. Вот обратите внимание, что есть такой нюанс, что слон, если на него нападут, не обязан уходить на g6, он может вернуться на e6, на d7 или даже на c8. Поэтому, с точки зрения объективно, борьбы за перевес, здесь больше шансов дает d3, ну и после e6 получается вот такая вот интересная позиция. Висит на a7, то есть черные должны защищать, у него 4, он же 6, аж 3. Ну аж 3 это компьютерная рекомендация, но в то же время здесь есть вполне человеческий смысл. Во-первых, мы коня на же 4 не пускаем, во-вторых, у белых тут довольно большая гибкость и большой выбор планов. То есть белые могут сыграть f4 и g4, начать тревожить слона на g6, могут поставить коня на c3, могут сначала сыграть f4, потом перевести, то есть какой-то ход, f4, потом перевести коня на f3, может быть g4, может быть не играть g4, может быть конь e5. В общем, белые тут определяют момент, когда им вызывать кризис. Вот еще один план, 2 0 f5. А у черных нет какой-то явной контр-рэй, то есть непонятно, что им проводить. Мне кажется, что, особенно для приверженцев дебюта рэйти, это очень приятная позиция на самом деле. То есть настолько приятная, что возможно черным не стоит здесь играть слон f5, и надо выбирать между dc, g6, e6 или какими-то другими ходами. То есть я бы платоном порекомендовал играть 4-м ходом с e4 в этой позиции. Если же 2 0, о котором идет речь в вопросе слона f5, то да, здесь я полностью согласен с нашим молодым шахматистом. Если c4, то после e6, у черных, скорее всего, полноправная контр-рэйра. Действительно, на d3 вот этот энджпель совершенно безопасен для черных. Здесь есть противный ход слон c2, кстати. Можно, конечно, попробовать cd, и на ed как-то d3, конь c3. Там есть небольшие надежды на маленький перевес, но я считаю, что, повторюсь, пятый ход, уж прощение, четвертый ход c4 дает намного больше шансов. Если же по каким-то причинам необходимо играть 2 0, то порекомендую здесь трактовку Владимира Крамника, он играет d3, переходят к позициям стороне диска даки, но в которых слон на f5 расположен все-таки довольно странно. Ну, также вот этот клин e6, c6, он во многих структурах хорош, но против стороне дики не настолько. Здесь после конь d7 ферзь e1, слон e7, к примеру, e4, перебили слон g6, может быть, белые тоже могут рассчитывать на какой-то перерез, после, к примеру, ферзь e2 или a4. Все-таки слон g6 расположен не очень удачно, и у белых есть небольшой перерез пространстве в центре. Ну, тем более, я знаю, что Платон часто применяет черный и старый диск, и эти позиции должны быть ему понятны. Ну, надеюсь, что я ответил на его первый вопрос. Второй вопрос звучит так. Как точнее всего играть за белых после кунь f3, d5, g3, слон g4? В скобочках самая точная слон g2, кунь d7, 2-0, кунь f6. И вот этот вариант меня беспокоит намного сильнее, чем вариант из первого вопроса Платона. Действительно, слон g4 очень сильно, и в последнее время многие шахматисты знают, что это этот вариант для белых неприятен, слон g2, кунь d7. Идея такая, что черный пока не определяет ни пешку e7, ни пешку c7, и готовый, может быть, сыграть e5 в один прием. Допускать этого не хотелось бы. Ну, и опять же, те два или три раза, что мне приходилось встречаться с этим вариантом, все в разных партиях я играл c4 сразу вместо 2-0. С той идеей, чтобы сыграть вот вариант ферзь b3, кунь c5, ферзь e3. Понимаю, что выглядит очень бредово, и вариант встречался не часто. то есть там были единичные партии, но по сути моего, скажем так, сочинения. Идея, на самом деле белые просто в данной ситуации пока связали пешку e, и хотят взять cd. И на, например, на естественный ход кунь f6, тут белый рай d4, кунь d7, ферзь b3, начинает висеть на b7, и определенные проблемы у черных есть, потому что, ну, белые быстро разовьются, сыграет кунь c3, и, что самое важное, сыграет кунь e5, и весь этот центр начнет трещать. К тому же, обратите внимание, что часто слон на же 4 попадает под бой. То есть здесь, скорее всего, белый перевес. То же самое после слона e7. Кунь e5, d4, в том или ином порядке, кунь c3, начинает все это подвисать. Важно, что ферзь на e3 пришел только временно. Основная идея связана с тем, чтобы вернуть его обратно. К сожалению, у черных здесь есть более сильный и надежный ход c6, который против меня применяли в тех двух случаях, что я это играл. Или трех, точно не помню. Теперь на cd просто cd, белые ничего не добиваются, поэтому сначала надо сыграть d4, конь d7, вот здесь cd, cd. И получается интересная ситуация. По сути, это у нас структура из разменной славянки. Но две фигуры, расположенные совсем не там, где они должны стоять. Во-первых, это слон на g2, во-вторых, это конь на d7. Я считаю, что конь на d7 расположен даже хуже, чем слон на g2. То есть коню настолько больше подходит клетка c6, что это же трудно написать словами. Но, к сожалению, если вот слон на g2 был бы единственной контр-проблемой белых, то белых был бы перевес. Но у них еще есть легкая недоразвитость в этой позиции. Сейчас на дефект, на e3 вот сейчас уже стоит совершенно глупо. Поэтому, к сожалению, по конкретным причинам тут перевеса не выходит. Какое-то время я пробовал играть ферзь b3, но по сути немедленно ферзь b3 после ферзь b6 ничего не дает, поэтому есть смысл просто играть 2-0. И здесь в одной из партий против меня сделали сильнейший ход конь f6 другой сыграли конь e7 но после конь e7 видимо белые получают перевес потому что играет ферзь b3 потом быстро конь c3 прощение e4 поэтому конь f6 скорее всего сильнее ферзь b3 ферзь b6 конь c3 ну и вот здесь вот если черные сейчас пойдут ферзь b3 ab так опять же уже делали против меня и вот здесь а6 то у белых есть некоторые шансы на дебютный перевес потому что есть ход e4 довольно неожиданно теперь на dcg5 вскрывается слон g2 а конь e4 тоже конь b3 dcg5 опять висит на e4 на f5 следует конь e6 скорее всего белых луч потому что они готовы пойти h3 g4 или может быть f3 то есть да структура совершенно разбита но тут есть конкретные нюансы то есть такая хитрая идея но к сожалению черные не обязаны играть a6 они могут пойти здесь слон e7 или что даже проще они могут пойти слон e7 сразу после взятия что важно взять не пешкой а просто взять конем после кони e5 слон f5 а4 я пробовал здесь найти какой-то перевес но без особого успеха если же пойти все-таки аб то тут шансов немного больше потому что по крайней мере компьютерам очень сильно нравится вот эта позиция за белых он дает почти пол пешки по сути конечно очень близко к равенству но может белые здесь могут половить рыбку в мутной воде в любом случае ничего более сильного к сожалению за белых после ходов c4 e6 я предложить не могу если же играть два ноля как упоминает платон то тоже ничего хорошего для белых после конь g на f6 нет то есть единственный тут нюанс что часто играют сразу e5 даже я пробовал играть e5 но тут довольно неожиданно у белых есть очень сильное и нестандартное возражение белые могут пойти d4 обычно это крайне стратегически невыгодно из-за того что черные отвечают e4 и забирают слона но здесь после конь e5 конкретные нюансы в пользу белых то есть черные должны брать d3 потом белые играют c4 cd конь c3 fb3 и fb3 или fb4 и черные на самом деле не могут комфортно удержать этот центр поэтому e5 играть нехорошо но после хода f6 у белых нет перевеса то есть если белые пытаются оставаться в русле дебюта рейтит он должен играть c4 e6 cd ed видимо потому что d3 ничего просто из-за развития слона после cd ed получается структура аналогичная той что вкратце я упомянул в ответе на первый вопрос то есть d3 слон d6 конце 3 2 0 тут даже хуже для белых ситуация потому что черные не выставили пешку на c6 и смогут сэкономить на этом темп и в данной позиции у черных очень комфортно равенство поэтому вынужден платона разочаровать я к сожалению не знаю как в этом крайне принципиальном варанте получить белыми перевес переходим к следующему вопросу Михаил Позняков как лучше всего реагировать на королевский гамбит чтобы ничем не рисковать как вы сами реагируете на этот дебют как посоветовать отвечать другим ну по большому счету конечно для любого шахматиста который играет черными е5 это необходимо знать что делать против королевского гамбита но в то же время это не первый приоритет потому что все-таки большинство сильных соперников королевский гамбит играть не станут если же переходить к самому вопросу то ну то что я практически всем шахматистам порекомендовал бы это здесь играть d5 так называемый профессиональный варант и на ед просто еф то есть не е4 не контргамбит фольбера а еф ну и белые тут могут пробовать разные пути и конечно тут нужно обладать некоторыми заданиями но везде у черных получается комфортная позиция вот мерку со сломбе 5 c6 dc c6 белые отыграли пешку даже пытаются оказывать какое-то давление на слабость на f4 но взамен у черных очень хорошая фигурная игра и перерез в развитии то есть конечно чтобы отыграть вам нужно немного ну открыть честбейс и немного это посмотреть как здесь играли более-менее сильные шахматисты но вариант за черных очень надежный и что самое главное у белых не проходит никаких атак на короля которые типичны для других вариантов я сам часто играю этот вариант за черных но достаточно часто применяю другой вариант так называемую защиту шалопа еф кунь f3 кунь f6 е5 кунь h5 у нее есть большой плюс который заключается в том что большинство шахматистов играющих белыми здесь не знакомы с какими-либо теоретическими рекомендациями поэтому я делаю просто два, три, четыре логичных развивающих хода очень часто остаюсь с лишней пешкой без особой компенсации за нее то есть вот например d4 d6 это типичный здесь плановый ход для этого варианта слонце 4 здесь важно конечно не взять потому что просто слонов 7 у белых большой перерез просто конь c6 2 вот тут уже можно смело брать ну и белые просто достаточно далеки от уравнения потому что ничего у них не срастается конь h5 выглядит уязвимым но зато он выполняет важную функцию по защите пешки f4 обратите внимание как раз таки из-за этого коня черным не пришлось играть g5 не пришлось ослаблять свою позицию белые могут проводить конечно другие пути по большому счету черные делают на все ходы примерно одно и то же играет d6 конь c6 составляет определить со спешкой е развивает черный пол а рокирует иногда у черных есть идея сыграть g6 подкрепить этого коня при случае развить слона через g7 потом 2 0 все равно конь c6 и d6 то есть простая схема развития и ничего хорошего к сожалению пока не есть шансов на перерез у белых против нее нет то есть тоже достаточно простое невлохое решение проблемы королевского гамбита владислав черленко тут задает конечно довольно забавный вопрос какие основные идеи пути уравнения за черных в варианте g4 в общем в варианте найдер с ходом стон g5 ну вопрос почему сказал что в какой-то степени смешной на самом деле эта позиция это одна из главных позиций и современных шахмат и шахмат 30-40 лет назад то есть ничего более центрового чем вот это нет и в формате дебютной клиники конечно ответить на подобный вопрос просто невозможно тем не менее попытаюсь в данной ситуации у черных действительно долгие ходы долгие годы e6 был основным ответом в последнее время стали играть млн d7 кстати вполне неплохой ход идея в том что черные как раз таки не играют e6 они выводят фрезиан c7 стандартно для франта наидерфа слон g5 потом играет g6 слон g7 получают такой странный гибрейт но на мой взгляд вполне жизнеспособный вопрос был о позиции после e6 ну и конечно довольно давно здесь было установлено что белый что бороться за перерезка если вы должны играть f4 то есть есть альтернативы но опять же формат не позволяет тут их обсуждать ферзь d2 ферзь f3 можно к этим ходам присмотреться но f4 ход главный видимо сильнейший ну и довольно долгое время на равных здесь конкурировали варианты ферзь b6 так называемая отравленная пешка и обычное развитие слон e7 ферзь c7 конь d7 в последнее время ферзь f6 явно вырвался вперед а также вариант h6 слон h4 ферзь b6 так называемая отложенная отравленная пешка сейчас объясню почему дело в том что после слон e7 ферзь f3 конь d7 3-0 ферзь c7 но вот здесь и слон d3 и g4 оба этих ходов считается что ну по крайней мере согласно с текущему состоянию теории считается что белых там есть вполне заметные шансы на дебютный перевес поэтому так играет довольно редко в последнее время даже чаще применяет немедленно ход ферзь c7 хотя конечно подобным образом тоже вряд ли удастся уравнять ну и с большим отрывом здесь главным ходом настоящая война является ход ферзь b6 после чего получается вариант отравленной пешки ну опять же эта тема очень обширная и серьезно ее обсуждать в таком формате тяжело скажу только что белые если хотят на что-то претендовать они должны играть ферзь d2 должны жертвовать пешку есть и другие ходы есть ход а3 теперь на ферзь b2 конь а4 с выигрышем ферзя есть ход конь b3 но если белые поменяют один из этих ходов то получается что они подарили черным ну не то чтобы целый темп ну по крайней мере пол темпа на развитие все-таки ферзь на b6 расположен не так плохо а сами сделали ну мало полезный или даже вредный ход например конь b3 здесь черные после конь d7 без каких-либо проблем уравнивают потому что конь на b3 занимает намного менее агрессивную позицию чем на d4 поэтому давно было установлено что белые должны играть ферзь d2 черные в не меньшей степени обязаны брать на b2 иначе ход ферзь b6 был бессмысленный ладья b1 ферзь a3 здесь вот долгие годы главный был ход f5 но после конца 6 fe fe конь c6 bc много было партий сыгранной между сильными космейстерами в том числе гарри каспаров постоянно отстаивал эту позицию за черных ну и уже лет 15 как считается что нет никаких проблем ну и порекомендую посмотреть примерную партию бальеха каспаров 2004 года если не ошибаюсь где гарри кимович показал надежный путь к уравнению тут последние десяток лет акцент явно сместился в сторону хода e5 и ход действительно довольно опасный для черных но настоящий черный держится и здесь во многом благодаря усилиям максима вашей лограммы здесь конечно везде на каждом ходу есть развилки но я покажу вот вкратце главный вариант после e5 так прощение я слегка перепрыгнул после e5 играет f6 или df e f6 f4 ну и получается у нас вот эта позиция после конь d7 конь e4 на самом деле следующие ходов этак 7-8 они практически фоксированы ферзе 2 ладят до 1 ферзе 5 у черных уже 2 лишние пешки и на очереди третья то есть вот 3 лишние пешки но белых серьезный перерез в развитии получается вот такая позиция где черным пришлось отдать чернопола за коня остаются 3 лишние пешки белых довольно мощная за этот пожертвованный материал инициатива но конечно для серьезных практиков и для серьезных сторонников варианта найдах а за черных здесь теория только начинается здесь много есть ходов можно убрать ладью можно срять конь c6 мне кажется что наиболее перспективен ход f5 так или иначе если уж вы хотите играть эту позицию за черных или за белых конечно изучать ее нужно и глубже потому что это только только начало но после того меня спрашивали про основные идеи и пути уравнения за черных то я думаю что для меня как раз самое время остановиться переходим к вопросу от Алексея Бородарина расскажите планы идеи за черных в варианте e4 c6 прошу прощения отмотаюсь сейчас назад да e4 c6 d4 d5 конь c3 d e конь e4 конь f6 конь f6 ef схемы развития фигур предпочтительный порядок ходов есть ли быстрые выходы на сухую безжизненную ничью ну сразу скажу что на самом деле вариант достаточно тяжелый для черных и самое главное что от него не так много отдачи то есть если вы играете здесь против шахматиста который плохо знаком с дебютной теорией или не хочет ввязываться в какой-то диспут то скорее всего они просто будут играть конь f3 не будет получаться какая-то примерно такая позиция 2-0 но здесь слон же 4 владея 8 что можно сказать по поводу этой позиции во-первых мы видим что у белых есть пешечное преимущество в центре на ферзан фланге 4 на 3 взамен у черных преимущество на королевском фланге тоже 4 пешки против 3 но пешки f сдвоены это означает что гипотетически в каком-то предстоящем ленджбере у белых будут явно лучшие шансы с другой стороны если мы сравним эту позицию с другими разновидностями ну каракана или вообще практически с любым другим дебютом у черных во-первых много пространства во-вторых они уже разменяли одну легкую фигуру и их развитие в будущем очень несложное то есть слон выйдет на g4 конь на c7 или может быть через d7 на b6 ферзь на d7 вторая ладьяна черные будут пытаться давить на центр может быть организуют какую-то игру на королевском фланге может быть конь пойдет по вот этому маршруту на g6 то есть в данной позиции я считаю что шансы равны или практически равны другое дело что все равно чтобы здесь обыграть своего соперника вам придется просто демонстрировать ну превосходящее понимание шахмат а это можно делать практически в любом другом дебюте но значительно большая проблема для черных то что еще 25 лет назад было установлено что есть очень хитрый ход c3 обратите внимание белые не развивают коня на f3 более того даже не собираются его туда развивать это означает что у черного слона белопольного нет удобной клетки на g4 как в предыдущих вариантах ну и другой нюанс что после логичного завершения развития здесь есть ход вверх c2 висит на h7 и черные должны что-то делать ну ладьяй 8 шах конь d2 бессмысленно ничего черным по сути не дает то есть можно это включить здесь пойти g6 но разницы никакой если же пойти h6 что делаю довольно редко то сейчас объясню в чем здесь есть проблема в дальнейшем белые завершат развитие пойдут слон e3 слон d2 конь e2 3 0 конь g3 конь встанет на f5 когда конь встанет на f5 черным придется менять его на своего слона в результате у белых мало того что уже лучшая пешечная структура у них уже будет преимущество двух слонов в достаточно открытой позиции которая начнет сказываться а поскольку черные уже поставили пешку на f6 то g6 здесь сыграть не получится из-за того что она подвисает поэтому повторюсь придется брать коня и соглашаться на худшую позицию поэтому после ферса 2 чаще играет g6 это более сильный ход конь e2 ладея 8 ну вот получается такая теоретическая линия в принципе перерез белых здесь не так велик но я считаю что характер борьбы очень неприятен для шахматиста который во-первых играет каракан а во-вторых пытается играть вот эту спокойную схему с конь f6 то есть белые атакуют уже атакуют на королевском фланге паркируют в длинную сторону черные будут пытаться и налаживать контр-игру слон e6 там b5 слон d5 может быть а5 позиция сохраняет контр-шансы но мне кажется что по меньшей мере подобный дебютный выбор для черных не практичен то есть применять это не порекомендую что же касается быстрых выходов на сухую и безжизненную ничью ну например вот это же относительно сухая и безжизненная ничья если вы говорите о каких-то тотальных разменах и немедленно ничей то скорее всего этого здесь не произойдет надеюсь что я смог более-менее ответить на ваш вопрос ну следующий вопрос от Игоря Ефремова довольно тоже скажем так ну амбициозный что ли потому что напомню что формат дебютной клиники заключается в том что ну я отвечаю за условно говоря за частное довольно большое количество вопросов от разных людей сейчас объясню в чем тут загвоздка Игорь интересуется какие актуальные перспективные планы и сверхострые разветвления в испанской партии в варианте Е4 Е5 кунев 3 кунев 6 сломб 5 А6 слона 4 кунев 6 2 0 сломб Е7 ладей 1 Б5 сломб 3 2 0 ну видимо какие планы и разветвления существуют в этом варианте учесть маршала с С3 Д5 самую аструю линию ставящую много проблем белым и антимаршала А4 8-ой ход А4 8-ой ход А4 основные планы за белых и за черных в этих вариантах ну в принципе этого уже было бы слишком много для вопроса для дебютной клиники но еще игр интересуются какие у белых основные планы в системе рассолима то есть совершенно другом дебюте в сицилианке сломб 5 топовая линия но по причине как раз таки формата я ограничусь просто контратакой маршала и в принципе я считаю что этого вполне достаточно потому что дебют это самый что ли на есть магистральный на данный момент да контратака маршала слон А4 они в 6 2-0 слон Е7 Ладея 1 Б5 слон Б3 2-0 ну вот здесь да здесь белые в последнее время часто применяют какие-то схемы вроде А4 после чего я считаю что Б4 гарантирует черным по большому счету гарантирует черным равенство ход А3 после которого вот есть новые веяния связанные с ходом слом Б7 с ходами слом Б7 Д3 Д5 тоже если черным все прекрасно но даже если не играть Д5 играть Д6 как делал Магнус Карлсон в одной из партий прошедшего А4 а потом Ферзь Д7 Конь Д8 Конь Е6 тоже у черных не должно быть никаких проблем в принципе ход С3 ну он логичен но он допускает называемую контратаку Мэкшула ЕД Конь Д5 белые должны если что-то хотят от жизни брать центральную пешку которая жертвует С6 ну и вот это вот таби контратаки Маршалла здесь ну многие десятки лет практически не задумываясь белые играли Д4 но вот эти вот годы практики как в очных шахматах так и заочных также годы анализов они показали что вот после слом Д6 ЛД1 Ферзь 4 уже 3 Ферзь 3 здесь у белых нет нет перевеса белые играли слом Е3 слом Ж4 здесь теория простирается на многие ходы вперед играли также ЛД1 Е4 но после ЛД1 Е4 десятки лет назад было обнаружено что от угрозы ЛД1 можно защититься путем с Ж5 теперь на слон Ж5 Ферзь В5 с выигрышем фигуры поэтому белым не удается согнать Ферзь с Х3 а черные готовы в вариантах например убрать его на Х5 потом проводить Ф5 и Ф4 в общем позиция сложная тоже заанализирована до дыр и вердикт здесь равенство поэтому примерно 7 лет назад у белых появилась новая идея которая на первых порах приносила отличный результат это ход Д3 казалось бы тот же Д4 только вид сбоку мало того что ну в принципе планы остаются теми же самыми так еще и пешка на Д3 стоит хуже потому что она попадает под бой от слона на Ф5 не контролирует некоторые поля ну и к большому счету ход выглядит неказисто но здесь есть конкретная очень важная идея то есть обратите внимание после слона Д6 Ладья Е1 если черный играет по аналогии Ферзь А4 здесь этот ход довольно слабый Ж3 Ферзь А3 выясняется в чем хитрость положения пешки на Д3 белый играет Ладья Е4 неожиданно у черных нет ответа Ж5 то есть если есть черные пойдут Ж5 что очень слабо то белые просто заберут пешку и Ферзь А5 это не вилка потому что Ладья на Е4 защищена просто слона идет например на Е3 белый колоссальный легко выигранная позиция поэтому Ж5 играть нельзя это означает что белые сыграют Ладья Е4 следующим ходом и здесь у белых очень солидный перерез по большому счету компенсации за пешку у черных особо и нет поэтому пришлось искать здесь новые способы борьбы они были найдены и сейчас считается что самым надежным за черным за черным ходом является слон Ф5 и на Ферзи Ф3 ответ Ладья Е8 опять же партия уже встречалась в тысячах соочных партий в сотнях очных партий анализировалась практически всеми шахматистами которые играют черными Е5 и считается что черные здесь тоже держатся без проблем то есть магистральная линия продолжается следующим образом Ферзи Е1 шах Конь Ф1 сказал что у черных вообще мощнейшая компенсация но не все так просто иногда белые готовы сыграть слон Д1 Ферзи Е2 иногда они готовы сыграть слон Д1 и слон Д2 могут пойти уже Тей в каких-то варантах чтобы предотвратить слон Х2 в общем тут есть некоторые идеи у белых тоже но везде у черных хватает динамики для того чтобы держаться вот например после Ж3 защищаясь от слона Шнад черные здесь сразу играет Б4 на С4 и конь Ф6 казалось бы белый забирает еще одну пешку нападает на Владюбина слон после ЛД8 опять же усилия шахматистов заочников здесь подтвердили что черные держатся и позиция оценивается как равенство то есть в настоящий момент в контраке Маршалла как и 15 лет назад все прекрасно и поэтому белые настолько отчаялись здесь что-то найти что-нибудь ну отчасти по причине вот как раз таки контраке маршалл отчасти по причине конечно берлинского варианта белые стали частенько играть итальянскую партию и даже самые принципиальные теоретики самые принципиальные сторонники наиболее агрессивных скажем так агрессивного дебютного подхода даже они сейчас часто играют этим ходом слон С4 ну к сожалению я не буду в этом вопросе распространяться по основные планы в системе рассолима за белых потому что это было бы уже чересчур но вы вольны конечно задать вопрос по рассолима для одного из следующих выпусков дебютной клиники ну и последний вопрос на сегодня от Матвея Савинова Никит какой вариант рекомендуешь играть черными в защите каракан в так называемой гамбитной системе Е4 С6 Д4 Д5 Ф3 скачал книгу Кукарпова про это но там столько размусолено нам нужен один конкретный вариант который приведет примерно равную спокойную позицию или же в обоюд острую дичь со мной этот вариант часто играет отвечая на Ф3 ДЕ ФЕ и Е5 так получается что белые обычно находят острую игру и я скручиваюсь ну вот исходя из последнего предложения предположу что все таки Матвей бы предпочел какой-то менее острый ответ на эту систему но это не так легко то есть на первый взгляд конечно ход Ф3 выглядит довольно глупо и в какой-то степени он противоречит дебютным принципам но играют так уже довольно давно и черные так и не нашли способа как-то наказать белых за этот ход и в принципе ход сильный то есть скорее всего он уступает в реальной стиле ходам конь С3 конь Д2 но приводит довольно интересным позициям и яда в нем предостаточно то есть Матвей говорит что он играл ДЕФЕ Е5 и действительно Карпов в одной из своих старых книг он рекомендует именно это продолжение на самом деле конечно широко известно что книги это писал не Карпов но книги неплохие но все таки изданы были довольно давно и в какой-то степени устарели вот этот вариант он по-прежнему держится за черных но я считаю что по духу он совершенно не подходит ни Матвею ни вообще сторонникам защиты Каракан потому что вот посмотрите белые пожертвовали пешку но черных глупо расположенная пешка на С6 и вообще позиция напоминает какой-то королевский гамбит в котором черт и ну без всякой меры забирали материал и теперь им предстоит защищаться от матовой атаки то есть черные сдержатся но этот вариант никому не порекомендую вот как раз таки один из вариантов который я могу порекомендовать это ход Е6 где получается такой странный гибрид французской и Каракана то есть да ставить пешку на Е6 в Каракане вроде как не положено но пешка на Е3 тоже против французской явно не идет то есть обеих сторон есть свои плюсы и минусы но все-таки своей основной рекомендации я бы ход Е6 не предлагал по той причине что здесь после конца 3 коня Ф6 во-первых белые могут перейти с перестановкой ходов по французскую я считаю что в этом варианте у черных все неплохо но он требует очень серьезного глубокого отдельного изучения ну и сама структура она многим приверженцам защиты Каракана не подойдет во-вторых у белых есть ход слон Е3 на слон Б4 и ферз Д3 я считаю что здесь конечно вряд ли белые рассчитывают на серьезный перевес после хода Б6 но опять же он требует изучения с другой стороны все равно это лучше чем ДЕФЕ Е5 чисто на мой взгляд ну а то что я вот порекомендую в данном выпуске дебютной клиники это вариант Ферз Б6 то есть боремся против хода Ф3 аналогичным способом белые делают странный ход противающий большинство дебютных принципов и черные отвечают тем же самым но тут есть конкретная идея которая лично мне очень нравится ну во-первых Ферз с Б6 пригвоздил белого слона к полю С1 то есть теперь нет типичного хода слона Е3 просто отвиснет на Б2 поэтому по большому счету белых только два хода С3 Конь С3 обратите внимание что слон Д3 тоже нет из-за Ферз Д4 ну и начнем с хода С3 который встречается намного реже чем Конь С3 но требует точной реакции причем такой не самый естественный я считаю что черные должны играть Е6 ну и получается то что мы обсудили в буквально несколько минут назад но с включением ходов С3 и ФБ6 я считаю что включение в пользу черных по той причине что белому теперь тяжело развить ферзевый фланг во первых Конь на С3 не выходит во вторых повторю слон не выходит другое дело что теперь защищена пешка на Д4 поэтому белым могут пойти слон Д3 если здесь белым дать буквально пару ходов они придут Конь Е2 на С3 и Е5 потом может быть Ф4 и Ф5 и получится очень выгодная для них версия французской защиты в которой черные повторяли много темпов поэтому важно что здесь черные играют С5 и сразу у белых начинаются большие проблемы то есть белые очень много бы здесь отдали за то чтобы вернуть пешку с Ф3 на Р2 потому что в этом случае они просто взяли на Д5 пошли в Конь Е2 или взяли на С5 и получили прекрасную игру противоизолятора здесь все это бесполезно потому что после ЕД ЕД ДЦ С5 белые просто получат мат из-за того что их король никогда не рокирует в короткую сторону а черные уже напали на центр то есть ну у НЕ2 пойти можно но все равно конь С6 опять пешка Д4 начинает трещать то есть я считаю что белым для того чтобы уравнять здесь придется очень постараться то есть исходя из всего этого можно сделать вывод что ход С3 не очень сильный но вот он требует точной и не самой очевидной реакции именно Е6 последующим С5 намного чаще играет конь С3 именно к этому ходу надо быть но включены ф3 ф6 как мне кажется включение явно в пользу черных то есть черные просто сыграют Е6 конь Д7 конь Ф6 может слон Е7 может быть 3.0 ну пешка на Ф3 откровенно ковырянь не к силу не городу поэтому логичное действие это ФЕ но здесь Е5 казалось бы буквально несколько минут назад я говорил о том что план с ДЕ ФЕ Е5 он не очень удачен и теперь рекомендую то же самое на самом деле это не совсем то же самое разница тут с одной стороны буквально в положении двух фигур с другой стороны конкретно она очень серьезно сказывается если белые играют ДЕ черные просто заканчивают развитие подобным образом потом играют конь Д7 конь Е7 потом конь Ж6 может быть слон С5 может быть 3.0 может быть 2.0 в любом случае пешка на Е5 не жалеется а если черный ее отыграет то получит лучшую структуру при прекрасном фигурном взаимодействии поэтому белые наверное должны играть конь Ф3 но здесь следует ЕД это выясняется в чем разница при положении коня на П1 и ферзя на Д8 белые могли играть СН4 здесь СН4 по понятным причинам играть нельзя поэтому белые должны кем-то брать на Д4 но если берет Ферз то можно просто попытаться выставить блокаду на поле Е5 если это удастся то у белых возникнут все разные проблемы в любом случае эта позиция скорее всего для черных вполне неплоха более принципиально конь Д4 тогда слон С5 казалось бы чуть ли не выигрывая партию сразу потому что у слона Е3 нет хода из-за Ферз Б2 но есть конечно отрез конь А4 Ферз А5 С3 ну и здесь важно что черный просто хладнокровно убирает слона на Е7 после С4 играет конь Ф6 и конечно эта позиция в какой-то степени скажем так в большей степени вскрыта чем хотелось бы многим сторонникам Каракана но объективно позиция эта черная вполне хорошая они готовы ракировать потом попытаться поставить коня на Е5 белый конь на А4 расположен очень плохо попадает в вариантах под вилку ну и конкретный анализ здесь показывает что белые не успевают продавить по центру учетно скорее всего здесь есть комфортное равенство поэтому я считаю что данный вариант вполне можно рекомендовать в применении ну и на этом вопросе от Матвея как раз таки сегодняшний выпуск завершен надеюсь что вам всем понравилось задавайте свои вопросы в специальном обсуждении дебютная клиника я буду стараться отвечать на те из них на те из них которые заслуживают того чтобы на них ответить всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров